И Денис Казанский. Что было дальше? Да, хороший, кстати, выпуск, конечно, что. Мне Ситомира понравилось. Ситомир, конечно, их вообще просто. А ты не смотришь, что было дальше? Не знаю, да? Я, слушай, я так не очень люблю. Ютуб, ты вообще как бы не любил меня, да? А что ты смотришь? Я? Сериалы. Какие? Что последние? Бумажный домик мы вчера смотрели. Испанский, да? Первый или второй? Первый сезон я смотрел. Но мы начали в Вашингтоне и потом прекратили сейчас смотреть. Второй хороший прям тоже. Поэтому вот сейчас вот после этого я иду смотреть одиннадцатую серию. А я знаешь, что после этого я смотрел? Чики. Чики не смотрел. Слушай, как сказать, меня искали хорошие. Блин, ну наша реальность. Про... Нельзя говорить. Почему? Правда. Про жизнь... Короче, происходит с... А почему про нашу реальность тогда? Про реальность. Это как-то не очень понятно. Короче, беспрекрасный. Ну, настоящий такой фильм. А я на офисе вижу. Офис старый-старый такой еще. Помнишь? Блин, такой там по 20 минут серия, по все, как идет жизнь в офисе. Очень смешно. 20 минут прям такие легкие. Хороший. То есть у тебя сериал. Ну, а что такое еще? Ну, прям вот самое-самое основное. Это уже все, ну, посмотрел. Слушай. Особо так гулянки, тусовки. Ну, слушай, ну, потому что я в Москве только два месяца, поэтому мне нужно всех увидеть, со всеми постричаться. Поэтому особо там сериалов. Сейчас только вот прошло два месяца, там более-менее со всеми увидел себя. Появилось свободное время. И опять свободное время, я сейчас начинаю с тренировки. Поэтому тяжеловато будет сейчас смотреть сериалы. Ну, хорошо, но ты же явно видел Last Dance. Постойный танец? Да. Да. Это, я считаю, самый вообще... Один из самых лучших проектов, думаю, спортивных и вообще мировых. Очень понравилось. Каждый раз, когда, допустим, шла новая серия, я закрывался в комнате. Потому что у меня жена была беременна. Брат, он любит баскетбол, но ему почему-то не понравился. Первая серия. И все. И я вот один сидел, закрывался, выключался, это просто кайфовал. Ну, потому что, слушай, реально, это история, это... Тем более, когда ты спортсмен, ты понимаешь, что, чего достиг этот человек, он начинает рассказывать про свою жизнь, потому что он, как это все проходило, как он двигался дальше против каких-то неудач, там, успехов. Ну, это очень прикольно. А ты себя так с Майклом ассоциируешь, что вот так же порядок... Где Майкл, а где я? Ну, как? Ничего себе. Ну, хватит. Ну, ты самый великий спортсмен нашей страны. Да нет. Ну, как нет? Ну, слушай, ну, когда я закончу, тогда можно будет... Ну, самый великий действующий спортсмен страны. Ну, объективно. Ну, объективно, слушай, я поэтому говорю, когда я закончу, тогда можно будет это обсуждать. А сейчас, ну, что это обсуждать? Не, ну, знаешь, с какой точки зрения, что Майкл там предпоследний, в последней серии очень сильные были, вот, когда он начинал рассказывать про требования... Максимальные, да? Да, про требования к команде, которые он через себя пропускал. Вот ты настолько же вот требуешь от команды то, что умеешь сам. Мы все-таки баскетбол и хоккей разные в виде спорта. У нас играют там 22 человека, да, там, в общей сложности в команде. Там у тебя, получается, пятерка, и там, может быть, 2-3 человека уходит запасных просто дать отдохнуть там основным игрокам. Поэтому, конечно, ты будешь требовать, если ты лучший, и ты, посмотри, там, Леброн, да, когда Коби в царство небесное был, он тоже от всех требовал для того, чтобы вокруг него люди становились лучше и команда становилась лучше. А здесь требует только от своего звена, потому что мы играем же по пятеркам. Я никогда не поверю, что ты не можешь всем в раздевалку закрыть дверь, не пустить тренера и сказать все, что ты думаешь. Чтобы команда сразу по-другому играла. Ну, это, понятно дело, это, там, раз там в 10 матчей может произойти, и ты видишь, что команда реально плохо сидит, плохо играет, и нужно какой-то стрек, нужно какие-то другие эмоции. А помнишь, мы спрашивали, кто в нашем футболе такой Майкл Жорнан? И очень долго не могли найти человека. Ну, мы общались. Не, кстати, ну, знаешь, ушло то поколение, когда были в командах люди, которые приходили, да, в раздевалку и переворачивали там ход игры, еще что-то. Ну, такие, ну, то есть дядьки. Ну, по крайней мере, сейчас, там, мне вспоминается, там, босс, да? Одиножение вчера было. Он мог зайти там и Юрию Павловичу, да, там сказать, когда он там нам оговорил, там, вот вы, чего там, ребята. Вот Динамо играли там игру, и Павловичу, короче, как будто ему показалось, что мы сдаем, понимаешь? И он прям команде это в перерыве объявил. Ну, это было неприятно, понимаешь? Ну, босс встал, говорит, Юрий Павлович, у вас, ну, типа, и на повышенных, как бы, с ним туда-сюда, ну, как бы, так нельзя делать. То есть, ты объявляешь, ты, как бы, говори, по сути, по факту, что, ну, типа, они там погругались, пошумели-пошумели, бамс, и, в общем, обыграли 4-2 Динамо, и он пошел и извинился после игры. И сказал, что, типа, я не прав, ребят, но это надо было, типа, вас это хочет. Ну, То есть, опять какой-то момент, ты понимаешь, что тебя пытаются сказать, вы что, офигели, что я здесь? Я здесь на повышенных тонах, и вот вы вас выиграли, и вот, если бы не я бы, ну, такого бы не было. Нет. Не, ну, это все просто интересно. Насколько в Америке, ну, есть такая ситуация, могут там, да, послушать, да, вот такие вещи, потому что там же все толерантность, туда-сюда, ты кому ничего не скажи, там, каждый сам знает, как играть, как психология и так далее. Не, ну, слушай, в Америке, там, если заходит тренер и начинает пихать, то есть там такого нету. Во-первых, он никуда не будет говорить, что вы сдаете матч, там, или еще что-то. Вы можете сказать, что вы херово играете, и ребята с этим согласятся, потому что мы сами понимаем, как мы можем играть, да, ну, если у нас команда, допустим, фигня, то, понятное дело, что, ну, что нам пихать, если у нас команда... Да, если у нас команда реально там претендует на чемпионство, и мы играем, знаешь, что хотим, то и делаем, то, понятное дело, то, что он придется скажет, что вы что делаете, давайте собирайтесь. Ну, это интересно вообще. А ты как вообще относишься к тому, что, вот смотри, за Джорданом камера ходила, там, 24-7 такое впечатление было, да? Прям чуть ли не с первого дня драфта, когда все это... А ты вообще знаешь историю как-то старых матчей, когда все это пошло? Как снимали, расскажи. Один фанат был супер, там, помешан на Джордане, он записывал каждый матч его в университете, то есть у него есть каждый матч игры Джордана, и он отдал вот эти все документы, там, видеокассеты, все это отдал ESPN, и ESPN сказал, слушайте, если бы мы знали, то, что реально такая популярность у этого будет сериала, мы бы сделали там 10 серий, 12 было, они бы сделали там 30 серий. Представляешь, какой материал у них был сделать там дальнейшую раскрутку вот этого сериала, но они сделали там 12, 12 или 10 серий. Вот 10 у них, да, есть. Не помню, сколько было. Вот, пожалуйста, предстоящее. То есть, от того, что заканчивалось, да? Да. Что удивительно, он же не знал, что он, ну, как бы, будет звездой, да, получается, Джордан? Ходил с ним. Еще в настоящем модерате взяли по третьим номерам. А, то есть, еще не в первых? Да. Таким, ну, получается? Не, смотрел с номером. Ну, как же, не помню, что-то там. Да мы обсуждали, просто помнишь, с кем мы обсуждали там, что, ну, как бы, очень жестко все было, ну, как бы, там, с Каспером, по-моему, обсуждали, ну, что готов ты на это, там, вот так вот, себя вести ради победы, ради успеха. Его ж не любят все, да? Ну, за такие вещи. Ну, к нему относишься неоднозначно. Правильно? Ну, да, он сам говорил в фильме, что меня многие не любят, да. И там... Ну, не что, не любят, потому что он требует. Ну, вот. А ты считаешь, это нормально вообще, вот как быть лидером в команде, чтобы вот... Ну, ты должен требовать от игрока, если он ничего не выполняет, понятное дело. Ты же за это получаешь деньги. Ты представляешь в клуб, в котором, там, тебя заработали, там, или еще что-то. То есть, допустим, я вижу то, что игроку пофигу, я расскажу, ну, а что ты здесь что-то писал? Пришел. Поэтому я считаю то, что... Ну, я, допустим, уважаю как спортсмен, как человек. Человека просто не знаю. Но то, что он говорил, я считаю, что это правильно. Просто не все могут принять это, знаешь, такую историю. А ты сам кому-то говорил такие вещи? Ты что тут делаешь-то? Видишь, ну, тут у нас команда. Нет, ну, я никогда там не говорю, давай, раздевайся и не играй. Я просто говорю, что давай, ты должен играть лучше, потому что я знаю твой потенциал, я знаю, как ты можешь играть. Это бодрит, ты видишь? Или это были такие ребята, которые, ну... Ну, понятно. Слушай, когда мне подходили, говорили там... Кто, например? Ну, это еще в Динамо было там... Ну, это как бы старики. Старики, конечно. То есть ты молодой, там, знаешь, думаешь, что ты там в порядке, да, там, под себя там убрал, там, что-то сделал, потерял шайбу, там опасные моменты, на лавку приходишь, там или тренер не пихает, или потом в разделок тебе напихает какой-нибудь дядька. Ну, кто-то, кто-то дядька у тебя были тогда в Динамо? Ой, слушай, у нас команды там Трощинский у нас был, потом у нас кто был? Был Ореховский, был Скопинсов, был Гошеткевич, там, Разин был тогда, да, Сапченков. У нас много было именно мужиков, которые реально не хотели тебя загубить, хотели, чтобы ты реально был лучше, лучший. Вот поэтому... То есть не пихать ради пихача? Да, 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 не, не, такого не было. Такое-то, слушай, это там в 90-х годах, когда там молодых вообще там они не могли зайти в раздевалку, там, после того, как кто-то там шнурки не завязал, или там в столовку пришли, они должны были стоять, чтобы там дядьки поели, потом они могут заходить и потом кушать. Такого у нас не было. То есть этот промежуток... Этот промежуток, слава богу, я не застал. То есть только байки об этом слышал? Да, ну, слушай, байки много было. Ну, а, слушай, мы обязательно вот расспрашиваем про дедовщину. Все равно была в той или иной степени. Вот что тебе больше всего запомнилось из того времени, что вот сейчас ты, ну, естественно, с лодкой вспоминаешь, но... Ну, допустим, раньше каждый молодой, у нас сколько было, три или четыре молодых по правилам, не, два должны были играть, и два запасные, если ты потерялся, травму получил. Мы должны были ждать, пока все насят в автобус, представляешь, вот такой бау, у нас вот клюшек, и вот мы вдвоем несем, ну, килограмм, я не знаю, ну, сколько он весит, ну, килограмм шестьдесят, восемь, да, и вот мы должны его были нести в автобус, потом идти обратно, нужно было забрать станок, станок там, его еле поднять, который коньки точит. Ну, понятно. Нужно было нести, потом в аэропорт приезжаешь, все там холодно, ну, кузнец ты приехал зимой, там колотун, у тебя здесь слюна замерзла, ну, ты стоишь, ждешь, пока все сели в автобус, греются там, знаешь, а вот мы стоим, молодые там, ждем пока, вот это, и все то же самое обратно в автобус. Ехали, ехали на стадион, то же самое делали, ну, это услышали, это было у всех. Ну, да, нормально. Это было у всех нормально. Помогали просто сервисменам, получается. Да? С сервисменом, так вы мне называли тогда. Я не знаю, у нас в футболе точно не было, у нас был администратор, все, и молодые. Да вам что там таскать, мячи и шорты? Я тебе скажу, мы один раз на сборы поехали с перевесом, за который заплатили 20 тысяч долларов. Вот ты все взял на себя, как-то. Слона там везли, может там перевесить. Рашид Маматкулыч решил взять блины, десятки, пятнашки. Это в локомотиве? Ну да. Короче, барьеры, утяжелители, в общем, все это мы везли. Ну естественно, как ты в Шелеметьево все это отнесешь от автобуса, они просто не могут. А где был сбор? В Испании. Она была, на автобус послали. Через все границы. Ну конечно. Самое, что интересно, дешевле получилось. Ты понимаешь, что мы это все привезли и ни разу не использовали. Ну, нормально. Ну что, недолго мы были без сборной? Да, в четверг возвращаемся. Товарняк с Молдовой, а потом решающий матч в сборной против турецкой команды и против сербов. Должны дожимать, потому что очень много молодых игроков, заявки, будет интересно. Ну молодые-молодые, но Юрий Жирков, Юрий Валентинович должен выйти и сыграть. А что ты не имеешь под Жиркова? Ничего не имею под Жиркова. Он топ. Он овертоп. Ну раз вопросов нет, давай тогда перейдем к интеграции? Да, Мы, кстати, уже рассказывали про наших друзей из платежной системы МИР и к матчам в сборной они готовят специальную штуку, где ты можешь голосовать за лучших игроков матча. Голосуешь за своего фаворита и приближаешь его к победе? Ага, причем сам ты можешь получить топовый приз. Это футболка сборной России с автографами футболистов сборной России от платежной системы МИР. Ну и вот смотри, вот тут ты наголосовал, сколько влезет тебе бздынь, бздынь, круговой частиков. Молодец. А дальше ты этот рейтинг, который ты сам себе сделал, публикуешь вконтакте или в фейсбук, потом ждешь итогов голосования и по этим итогам ты можешь выиграть футболку сборной России. Причем можно голосовать в матчах не только национальной нашей сборной, но и национальной женской сборной и молодежной команды. Круто. Ну и напоминаем, что можно перейти в раздел кэшбэков и выгодных предложений и посмотреть все скидки и предложения для держателей карты МИР. Да, друзья, не забывайте, что сборная выгодных приложений ждет вас в интернете, естественно, на сайте приветмир.ру. Ссылка и подробности в описании. Вперед! И выигрываете футболку сборной от официального партнера нашей национальной команды платежной системы МИР. Дима рассказывал про самый вообще чудовищный свой опыт на стадионе это Казахстан. Да, жара и кузнечики и вообще какой-то ад там был тебе. Ну, у меня там, да, в этом в Гридписи был. Ты вот по детям ведь тоже получается в середине 90-х ближе к 2000-м тоже все все это проехал, видел. Вот что вспоминаешь, ну, кузне-кузне, ведь Череповец был всегда особенный выезд. Самый такой был выезд это был Нижнекамск. Это вот в 2000-х годах, там, когда вот я только попал к коммунистеров, мы приезжали в гостиницу и реально там, если мы там оставались на 1-2 дня, то все понимали, что питаться мы будем только в Макдональдсе. Потому что Макдональдс был в Нижнекамске. но вот только Макдональдс, потому что нам на обед давали курицу, она просто резиновая, макароны такие, знаешь, масляные и уже как доширак. Вот, и поэтому как бы... Как завивка, Вадим вылетит с Евсеева. Сейчас как бы такого нет, но, слушай, там, 2002-2003 год это было нормально, и говорят, ну, что, вот так вот нас кормят. А про дворцы не помнишь? Вот Саша Гуськов вспоминал, что в Череповце как раз был дворец, когда ты выходишь и идешь в туалет вместе с болельщиками. Там как-то вот так совмещенный был, никаких других вариантов не было в перерыве, и они тебе еще пихают, что там, как ты играешь там. Самый был дворец это в Новокузнецке, когда реально ты садишься на лавку, ты представляешь, что это просто... Сейчас просто Дима, Орлов тоже из Новокузнецкого, он все рассказывает, они там играли, там стоишь домашнее, домашняя арена, то есть они играли, они к этому привыкли, а ты приезжаешь, значит, все, там, только разогрелся на разминочке, все хорошо, там, пропотел, там, там, готовишься к игре, ты сел, просто замерзли, потому что там просто холоднее, чем еще на улице, вот так вот мы играли. А ты чувствовал тогда какое-то особое отношение к москвичам, вот они приезжают в регионы, они прям, все, надо колоть, бить вообще. Болельщики нас не очень так любили, тем более Динамо, там, полные стадионы, все, Где сам такой жесткочек? Я ходил, болел против москвичей. Всех? Конечно. Он приезжает москвичей к авангарду, это было принципиально, давай москвичей давить. Потому что у них всегда форма была хорошая, коньки, хорошие клюшки. Ну не, тогда уже все одинаково были, просто как бы у них есть то, чего у нас не было. Чего? Денег. И потом Дима переехал в Москву, и все. А вот... Дай, Омск. Не, номера остались до сих пор. Многие, кстати, ты же видел с Романцевым наш выпуск? Не. Вот спрашивают, а чего ты не стал расспрашивать его про вашу ситуацию? потому что до сих пор не всем понятно, что произошло, да, и когда-то, даже, мне тормозят, на Кутузском езжу, и спрашивают, а что, полицейский, что было? И ты стоишь, 15 минут рассказываешь. Что было в Спартаке, да? Ну да, Потом можно я поеду? Слушай, тот ажиотаж вокруг тебя был, это вообще... Ну, это было тяжело, потому что, понимаешь, в один момент тебя любят, а через буквально там неделю-две тебя просто ненавидят. Ну, я уже, когда вернулся после Марселя в Локомотив, ну, естественно, болельщики Спартака постоянно кричали, нелицеприятные вещи, оно, конечно, задевало. Там и... Ну, а как, ты же не можешь из контекста, знаешь, выдернуть, там, трибуна, 20 тысяч, всегда на выездных матчах, на гостевых, кричали, знаешь, в унисон, там, сычок гондон, и как бы бам-бам-бам, естественно, тебя это задевало, хотелось, ну, я и забивал. Такую прелюдию сделал, сейчас будет мат, перемат, думал, ну, все, тут святых выносили. а что? Чаек, смотри, творитель, да? Саша, а у тебя же была, конечно, не до такой степени ситуация, но, которая тоже вообще покрыта мраком, мы ничего не понимаем, с Омском. Да. А вот, ты можешь мраком? Слушай, там уже все написано, все переписано, какие-то догадки, там, еще что-то. Вот мы не хотим, мы поэтому и не хотим не догадываться, ничего не знаем. Я же уже это говорил 300 раз, я подписал контракт с Омском, потому что Динамо, они выполнили условия контракта моего первого, не первого, там, я подписал с Омском контракт и потом я уехал в Америку, вот и все. То есть там все, все просто, все легко. Блин, представляешь, что, я в авангарде был выбирать, е-мое. А что ты туда переживал? Я там провел две недели, это было вообще супер, супер. Там команда была просто шикарная, там Ягор был. Мы жили, слушай, мы жили вот у них на базе детский сад, там реально, ты знаешь, вот закрываешь шторы, темнота, темнотой, тишина, тишина, ты просыпаешься, ты не понимаешь, у тебя день или ночь, вот реально просто темно-темно. Ну вот, тренировки там тоже ездили мы. А кто тренер там был? Абдалус. Абдалус? Да. Абдалус. СКК Блинова. То есть две недели, так я это ярко запомнил, да? Да, слушай, кто приезжает в Умск, он очень ярко запоминает. Я квартиру там искал, у меня же я подписал кончат на два года, я не думал, что там локаут закончится, я думал, что реально, там годик еще поиграем. Вот, искал квартиру, все, мы нашли квартиру, я уже не помню, в какой-нибудь доме. Ну, возле арены всем ищут, по сути, да? Ну, там, да, слушай, там, даже если ты не возле арены, там, тебе ехать 10 минут. Ну, слушай, там пробки, кстати, тоже приличные. Да, потому что у нас вообще там все прилично. Кто попадает туда, уже не может спокойно относиться к Умску. Ну, как? Ну, потому что, ну, я вот шую, Колчак, Колчак, хорошее место, да, и как бы раз-два и обчелся. Нет, Иисус Олегович, ты говоришь, как типичный москвич. Лепчанин, да, ладно. Не, ну, понятно, мы знаем, откуда ты, но все приезжают с Москвы и говорят, да что у вас там? Нет, ну, а что у вас там? Метро есть, опять же. Одна станция? Да. Не до копания. Ну, все равно, команда, ну, командой живет город. То есть, уже давно и долгое время. Сейчас, правда, сложная ситуация, то что? Команда... Балашихи. Слушай, ну, они сейчас стадион там делают. Так они его построили до этого? Ну, там что-то неправильно сделали, как говорят. не знаю. Да там кинкомедия с этим стадионом. По-русски? По-русски. А расскажи про вот эту удивительную макинацию Кинана, когда тебя Флорида хотелось забрать на драфте. Да, не все, Ты слышал эту историю? Ну, услышал. Я, получается, 85-го года рождения, я драфтовался по 76-му, из-за того, то, что я на два дня родился позже. То есть там Кинан считал високосные годы, там какие-то еще года, и получалось так, то, что если вот там все 18 лет, там, там, 18-19 лет убрать, то получается, то, что я могу драфтоваться за 85-й год. Да. И, значит, здесь, ну, я сижу там, уже вижу то, что там последний раунд, 8-й, 9-й, и здесь фигакс, какая-то пауза. Мне звонит агент, мой тогда у меня был агент, он говорит, Саш, я пытаюсь задрафтовать Флориду. У меня пот, я думал, какой я хочу быть первым, тогда я сейчас буду в 9-м, нафига мне это надо, я такой, нет, а мы ничего не можем если Энхайл разрешит, то ты, по-видимому, будешь во Флориде. Вот, ну, видишь, как получилось так, что они сказали, вы не имеете права, потому что, если вы сейчас это сделаете, это будет просто резонанс для всех, и, все остальные будут делать то же самое. И все. И потом, когда я с Кинем разговаривал, я говорю, Майка, что ты там хотел сделать? Он такой, ну, это было бы самое, я бы представляю, какую историю вошел бы, как генеральный менеджер, задрассовавший первого, там, претендента на треер первого на завтра в следующем году на девятом раунде. Ну, получилось так. Это раньше было, помнишь, Сергей Сталевич, когда ты после августа ты мог играть за следующий год? Да. К сожалению, этого не застал, так бы мог на год позже играть. А тебе это надо было? Подождите, в хоккей ты мог спокойнее играть. Я играл на два года позже. Ну, раньше, начиняю. я за 83-й год играл. Мы про качество, грубо говоря, там, если у тебя одинаковые показатели, но ты на полгода младше, то есть ты можешь спокойненько играть. Дузов? Да. Вылетаем. Преимущество, преимущество было, ну, реально, на полгода, и ты за следующий год играл, и прям был на глушь. У тебя всегда, Саш, какая-то фишка с формой, еще вот когда ты совсем молодым был, у тебя черные стаканы на коньках, прям, ну, красиво, потом твой знаменитый визор, да, откуда все это пошло, почему так ты решил? Я, кстати, тоже подорожал. Да? Ну, только по-колхозному. Фломастером красил. Ну, конечно. А ты знаешь, я просто хотел реально уделяться из всех ребят. Шнурки, допустим, желтые, да, там, я помню, я снял мою клетку, да, мне Беллигин говорит, зачем ты снимаешь? Кто говорит? Беллигин, а зачем ты снимаешь? Тебе сейчас нос разобьют, сломают нос, все-таки, ну, слушайте, я уже взрослый парень, я уже набрался опыта, ну, и все, и следующая игра, фигагс, у меня нос сюда, кровь, слезы, ну, нет, потому что ломаешь нос, там, у тебя сразу слезы текут, он такой, ну, что я тебе говорил, опытный парень, в больницу там вставлять, выпрямлять, и так вот, сколько в этом, там получалось, пять раз мне ломали нос, пять раз нос, ну, ты же не поставил обратно? Нет, нет, я играл вот так, он мне сломать был, потом уже, знаешь, когда ломать, там, второй раз, ерунда, там, раз пришел, врач, высморкался, да, Слушай, Даня Марков вообще играл со сломанным пальцем, финал чемпионата мира восьмого? Рука. Со сломанной рукой, точно. Слушай, Даня Марков, это вообще человек уникальный, во всех смыслах слова, и как хоккеист, и как человек, у него истории, у него постоянно какие-то свои тараканы в голове, вот, и про Даня Маркова я хочу сказать такую историю, то, что когда мы выиграли чемпионат мира восьмом году, ну, все, мы едем в аэропорт, а там посередине в дверь заходит тренерский состав, там, руководство, а посередине заходят игроки, а Даня Марков сидел прям, ну, заходишь, у тебя первое кресло, ну, все, сидит, у него ноги на бордюрчике, на бордюрчике, на этом, на заборчике, заходит Быков Вячеслав Аркадьевич, он же с ним на ты, как бы там, Аркадьевич, ну, все, я заканчиваю, дорога молодым, но у него здесь рука, там, ну, все, понятно дело, в таком состоянии, все, следующий год, здесь выходит на три, Даня Маркова, у меня полно сил, я готов играть в сборную Россию, и здесь ответка, там, Выков вопрос, вот Даня Марков, он в хорошей форме, там, в прошлом году был, он такой, но у меня в прошлом году в автобусе сам сказал, бри всех, понимаешь, Аркадьевич, ну, все, короче, я заканчиваю, я свою задачу выполнил, пора молодым в дорогу уступать, и когда вот это все читаешь, понимаешь, что ты находишься в этом автобусе, все это видишь, это все реально правда, вообще. Ну, блин, я заканчиваю. Постоянно приходит к нам, чай пьет. Даня? Да, великий. Великий. А ты застал еще, ну, наверное, уже нет, потому что он много рассказывал, что совершенно спокойно мог курить душевой. Да, он курил. Вот, прям табуретчик вставился, и спокойно подымил. На Олимпиаде мы с Малкиным идем по Олимпийской деревне, только приехали, понятное дело, что вообще ни с кем там особо так не разговаривали, не виделись. Смотри, идет мужик, такие у него длинные волосы, там, думаю, какая-то, что ли, баба, а там, ну, идет, его так дымит. Мы с Малочным обривались, нафига себе, что здесь происходит? Это кто? Без тренинеров. Да, тренинер что ли какой-то? И спокойно там, Маркуни идет, ну, что, молодые, как дела? Нифига себе, приехали на Олимпийские игры, это в Турине было. Мы так, ничего, мы пошли гулять, ну, давайте, давайте, идите. Просто сигаретку по Олимпийской деревне ходил, курил. Ну, ему разрешали, у него реально слышат такие истории, то, что, там, те генеральный менеджер, или те, тренинеры, которые были в НХЛ, и были с ним, там, тот же Троц, говорил, да, мы ему разрешали курить, он раньше в душе курил, ему сказали, в душе нельзя курить, потому что, там, туалет, иди, где, там, клюшки, где, вот, он, клюшечка стоял, курил. Значит, официальное разрешение. Да. Слушай, а из импортных ребят есть такие, вот, удивительные даже? Из импортных? Ну, иностранцев, да? Ну, да. Ты знаешь, очень много ребят, которые, реально, там, чем-то, пославились, там, ну, какими-то историями, вот, но, тот, кто курил, это был, Майк Риберро, такой был, игрок, очень талантливый. С канадинцем? Он был в канадинцем, потом был в Нэшвилле, потом у нас один год был. Значит, ко мне приезжают родители, там, делаем шашлыки, а Риберро жил, там, там, в пяти минутах от нас, я говорю, Майки, давай, приезжай к нам, шашлычки покушаем. Он такой, да, да, все хорошо. Там, заскочу на 5-10 минут, выпей пиво и поеду домой. Ну, все, приезжает, мама что-то делает, мы там что-то мясо что-ли там готовим. и все, Риберро пришел, открыл ходильник, открыл большую бутылку саппора, ну, и начал курить. У нас на следующий день игра. Я такой, ну, нормально, все хорошо. Следующий день уходит, два забил, одну отдал. Все, можете, пожалуйста, сигаретка. Ну, а что? Там вообще, в Америке, слушай, ты можешь делать, в принципе, все, что хочешь, понятное дело. Пиво нормал, в принципе, для восстановления. Да, конечно. Так это же научно доказано. Это, как, знаешь, есть в картинке, ну, я пошел на один бокал пивка, ага, там, вот такая бы, одежит, никого не убил. Зал, почему действительно, ну, вот так посмотришь, сейчас камера попадает в раздевалки, сразу после игры море пиццы, ну, вот кажется, спортсмен, какая пицца? Ну, это соколы рыбки-то я. Ну, сейчас после тренировки я очень с ней хочу есть. Ну, терплю. А у нас только чай. А у вас только чай. Или вот лягушечка. Ну, можно бургеры заказать. А ты помнишь свои вот первые встречи с тем же Малкиным, Семиным, вот когда вы только еще по детям когда пересекали? слушай, в сборных пересекались. Мало чем, он играл за магнитку, все, мы играли за Чикаго, ой, за Чикаго, за Челябинск. Ну, почти, да, Челябинск. Похожие города. Читы Зе особенно. Да, и там на турнирах мы приезжали, там, все говорили, посмотрите, все, мало ночи играл, если ты помнишь, Красный Титан, там у него клюшка была вот такого размера, там, думаешь, нифига себе, у него талантчика. Ну, все, и выдрафтовали в Вашингтон, меня сдрафтовали, потом мы вместе начали дружить, вообще очень хорошо дружили, ну, сейчас тоже очень хорошо дружим, вот, и с Малычем то же самое, вообще со всеми ребятами, там, мы поддерживаем хорошие дружеские отношения. А тогда, Дусит, вот на кого ты смотрел в детстве, как на своих, ну, не то, что героев, а вот и своего возраста, может быть, плюс два года, и думал, что, блин, вот это прям суперзвезда растет. Ну, ты имеешь в виду из моего возраста, который... Пожалуй, да, 85, ну, 84, 84. Слушай, очень много было ребят, которые реально были очень талантливы, очень одаренные, да, но получалось так, что переставали работать опять пивко, сигаретка, и сейчас не знаю, чем даже это ребят занимается. Обидно просто, реально были очень талантливые. Пацаны, которые... Москва проверяла. Чего Москва? Ну, а как? Ну, не только Москва, а же Москва. ты приезжаешь в Москву, тебе дают там первый контракт, и все, и... Ну, большинство ребят были как раз из ваших проектов. да, ну, как бы тебя проверят. Ну, давай ты приезжаешь в Москву, если у тебя команды все забиты. Ты же не приезжаешь играть, за Унку туда, в принципе, Унку туда еще, ну, не была такая сильная школа. Ну, да, в этом году. и там вот реально очень много ребят были очень талантливые. Ну, они, в НХЛ никто из них не попал, да, ребята играли в КХЛ, там, тот же Костя Глазычев, тут же Андрей Перевышин, который был, да, считают самым талантливым защитником, да, но, видишь, он отыграл только в Казани, там, потом где-то еще отыграл и все, и забыл. Да, а у тебя есть объяснение, что с Семеном произошло? А что с ним произошло? Ну, слушай, блин, тот же там Макфей говорил, что это самый талантливый, это прям вообще, в итоге мои поражены были, когда Хуб Красноярск, Сокол. Ну, просто человек поехал домой играть, ну, представляешь, что ты постоянно находишься на, ладно, там, ты приезжаешь из Вашингтона в Москву, да, это ты дом, а тебе еще потом пять часов лететь, там, или шесть часов лететь до Красноярска, то есть ты приезжаешь туда, но ты в таком состоянии, вот, понятное дело, потому что человек просто хотел побыть с семьей, там, с отцом, там, с мамой, вот, и, я думаю, то, что он просто уже стал находиться в Америке, это все. И вернулся. Домосед. А у тебя были такие вот, кто, ну, блин, ну, не то, что перекроили свои карьеры, да, в принципе, все наше поколение, ну, это суперзвезда, что же. подожди, когда мы уезжали туда, у нас вновь менталитет сидел, что хочется назад, мы не могли, грубо говоря, отключить эту всю домашнюю историю, что хочется домой, пообщаться, там, поговорить, кто-то понимает, все на своем языке, и возвращались назад. А если бы у нас европейский менталитет был, и ты привыкла к этому, ты постоянно бы доказывал, там, играл спокойненько на уровне, кажется, это и помешало, там, и в полной мере себя проявить и Андрея Аршайна, Павличенко, Юрий Жирков, хотя они играли в Англии, в топовых командах. А у тебя первое время была такая охота действительно домой вернуться, что-то все, или ты понимаешь, что все... у меня была мечта, у меня была мечта играть именно в НХЛ, и по этому делу, если бы у меня ничего не получалось, я бы полетел домой и там бы не сидел. А как ты можешь себе объяснить, что у тебя ничего не получается? Ну, слушай, я же вижу отношения болельщиков, отношения руководства, отношения тренеров, отношения игроков команды, да, и мне как бы с каждым разом ты чувствуешь себя более комфортно и комфортно. С первого раза, когда приехал, я слышу, там знал, там 20 слов, первый дискаунт, и вторая я снова, все, все, я приходил, дискаунт, ес, ес, ну, ну, конечно, образно говоря, вот, и ты приезжаешь в Америку, ты не знаешь английский, ты не знаешь, у тебя там ни друзей, никого там нет, ты живешь, там, 10 дней у генерального менеджера, который по-русски вообще ничего не понимает, ты не понимаешь по-английски, ты не можешь объяснить, там, назад так встаешь, там, как будет хлопья по-английски, да, ты хлопья-хлопья, а он, что ты хочешь, вот, и показываешь, что ты хочешь кушать, понятно? А ты в Леонисе когда жил, да? Нет, в Макфе. В Макфе, да, в Макфе, да, вот, потом постепенно ты начинаешь учить слова, там, ты уже наступаешь какие-то диалоги, понимаешь шутки, потому что у нас, в принципе, менталитеты, и менталитеты по, даже, по юмору совсем разные, что, даже если посмотреть люди, которые, там, смеются над какими-то шутками, а ты, в принципе, английский, чуть можешь перевести, ты думаешь, а зачем они смеются, то, в принципе, это, ну, не так уж и смешно, поэтому, как бы, мне нужно было привыкнуть к этому, да, вот, но когда первый год прошел, когда я летел домой, да, сел в аэропорт, все хорошо, там, тебе принесли борщ, там, принесли два черненьких хлебушка, ты взяток, домой, девушка, можно, пожалуйста, еще два кусочка? Не все. Ну, слушай, в те времена, конечно, жизнь была совсем другой, там, ночные клубы были другие, да, там, люди были другие, то есть ты приезжаешь, ты понимаешь, что тебя здесь, ну, жут и любят, вот, там ты приезжал, ты понимал, что ты просто ешь на работу, для того, чтобы ты, ты занимаешь там чужое, чужое место, работа, ну, очень чужое место, то же самое, как и сюда приезжают люди, я не понимаю, слушай, ну, мы приезжаем, да, мы, может, играем лучше, но мы забираем какое-то рабочее место. Ну, а какие-то, вот смотри, Дима сейчас углублен в фигурное катание, да, и мы много рассказывать, слышим о том, долго ты не будешь троллить, а, Денис Анякович? Почему я не троллю, я завидую, ну, слушай, ты... когда он стал заниматься фигурным катанием, перестал забивать, мы вместе играем в хоккей, до этого, ну, как бы там, из трех, две клал, сейчас вообще по нулям, вообще, но бежит красиво, надо дать должное, стороны делаешь, ты бежишь, бежишь раз, перед твоим защитником, раз, как дал. Я к тому, что у них там очень много интриг, таких вот закулисных, там, чего-то, кто-то, ну, и мы знаем вообще фигурное катание, насколько там все жестко. А ты у Ющенко? Или, как у, у Турберидзи? У кого, в каком лагере? Не, он, Айрбух, главное, мы, как бы, толерантны, то есть, не туда-не туда, у нас вот. Мы, кстати, играли в футбол, и он неплохо играет в футбол. Поверь Бог? Да, у него левая, кстати, хорошая. Ну, серьезно, у нас был турнир, правда, мы проиграли, ну, все совсем, да, олимпийский чемпион играли, писали, что на воротах стояли, да, мышка? Не, 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 фигуристы. Сборная фигуристов против сборной ЛФЛ. Я к тому, что вот, ты сам говоришь, что занимаешь что-то место, ты приезжаешь туда, понимаешь, что это прям дико, а там, действительно, были какие-то вещи, когда ты выходишь, у тебя клюшка, например, сломана, а это, ну, я просто утрирую, а это важнейший там матч. Пацаны пропостали? Да, 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 да. Нет, такого ради только там перед играми не было, тренировка, да, там приходит, заранее там, то же самое, как подшутить над молодым или над своим другом. Да, там пришел, чуть-чуть подпилил, он бросил, она сломалась, все смеются, ну, то есть, ну, это нормальное явление в хоккее, я не знаю, как в футболе, там, шмурки там приезжали, еще что-то. Типа здоровый подкол. Слушай, я вот самый главный подкол видел в жизни, по-моему, Питтсбург это сделал, они, кто-то там уснул у них на выезде, и они из номера вынесли всю обстановку в гостиничном в коридор. А, нет, это, да, это, они пошли на командный ужин. Да, да, ты понимаешь, несколько ребят пошли дальше, там, в бар, я не знаю, пошли, а несколько вернулись в гостиницу, забрали ключ, и все, все там по мебели, вытащили около лифта. Но это реально было смешное прикольно. Да, дико смешно было. Что у тебя было такое в Вашингтоне, что можно вспомнить сейчас? В Вашингтоне. Слушай, очень много моментов таких было, которые, в принципе, ну, допустим, в первый год, первый или второй год, по-моему, а, нет, это был третий год, я всем звонил, игрокам, я говорил, слушайте, срочно, срочно, мне звонит Макфи, срочно позвони Макфи, он ждет, не может дозвониться. Все звонили, там, а в Джорджи, там, совещание было, он такой, смотрит, звонит, допустим, Серега Федоров, он такой, че такое, хайфедс, он такой, ты меня искал? Я такой, он такой, нет, а, окей, все, пока, мне Серега, ах ты, потом звонил, там, все, там, вот, всем позвонил, и на следующий день ко мне приходят, это был шутка 1 апреля, вот, ко мне подходит Макфи, такой, ну, ты, конечно, красавчик, и все подходят на меня, все злые, представляешь, там, с какого перепуга не могут дозвониться до меня, а звонят мне, ну, понимаешь, когда там, срочно, пожалуйста, позвони Макфи, не могут дозвониться, кто-то попадался, кто-то не попадался, понятное дело, ну, бы что-либо попадались. Ну, нормально к юмору у меня относится, да? Да, в этом плане, да, нормально. А ты сам разыгрывал кого-нибудь? Не помню, кстати, до нас разыгрывали постоянно. Ну, как рассказать? Не помню, ну, прям, стыдно, что ли? Ну, стыдно, конечно. У ребят из Роллтона не прекращается поток новинок. Новый продукт Роллтон с огоньком. Главная фишка три регулируемых уровня остроты. Вот, остро, дико остро и камикадзе. Супер острый соус позволит прочувствовать чили перчик по полной. Ну, а теперь гульнем, открываем. бульон-приправа. Какие-то всякие вкусности. Велочка. Ну, и заварь. Ой, какие запахи, какие запахи. Боже, что мой, знаменитый. Вот там. Овощи. Ммм. Ммм. Блеск. И, естественно, давайте, остро. Остро. Пиздынь. И заливаем кипяча риса. Фантастично. Ну, а теперь убираем лишние детали и завариваем ротаночек. Подытожим. Огненный соус в каждой пачке. Регулируемая острота и, конечно, стильный дизайн. Вот так. Ну, протестировать. Ммм, альденте роллтон. Да, лапша. Огонь. Все ссылки, ну, как обычно, в описании. У тебя нет олимпийской медали. Было несколько олимпиад, они по-разному все заканчивались. Давай, прям, ну, чтобы не больно, но все равно неприятно это вспоминать. Но, например, про восьмой год у нас есть только брыз, который сказал, что да нас вообще ни к чему не готовили. Десятый год. Десятый, я прошу прощения, десятый. Ванкувер. Это действительно не готовили, то есть посмотрели там в бой идут одни старики, пошли и выиграли у Канады или что-то было бы. Нет, просто, я думаю, то, что хоккей же он тоже не стоит на месте, правильно? Хоккей, он движется вперед, вот, и по тренерским установкам, и по тренерскому заданию, вот, к сожалению, на тот момент, я думаю, то, что у нас реально собралась шикарная команда, но просто мы не знали, как играть. Вот и все. Реально. Ну как ты вот объясни, ну как вот, ты уже тогда прям суперзвезда, у нас всех команды суперзвезда. Потому что мы, мы не смотрели видео, как играет, допустим, Канада, мы не смотрели видео, как играют, там, другие команды, мы просто, нам просто говорили, так, мы сегодня играем, там, там, три-один, вот, но, а если там команда играет, допустим, также один-три-один, почему же мы должны играть так? То есть мы не знали, как играть другие люди, мы знали свою тактику, да, без разницы, как они играют, мы просто, мы всегда играли одной тактикой, вот и все. так, может быть, мы бы выехали бы, знаешь, там, за выход, не то, что финал, а за третье место, может быть, за счет мастерства, но, опять же. Команда мощнейшая же была. Да, у нас каждый, у нас каждый, каждый алимпиад на воспалитель, а то же самое возьми, Турин, когда мы обыграли канадцев, мы проиграли чехам, по-моему, за третье место. То же самое, как бы, все те команды, которые выигрывают олимпийские игры, они как бы совсем по-другому, у них совсем по-другому система работает. Это сейчас, понятное дело, то, что все уже понимают, что к чему, то есть ты не можешь выйти, там, прийти, посидеть на лавочке, попить чайку с печеньем, посмотреть, мы сейчас их обыгрываем, там никого нет. Ну что, ребятки, давайте, кулачком вперед, что, куда, куда бежим, кто открывается, под кого, такого нет, такого не может быть. Слушай, а почему у вас с Женей в Сочи не получилось? Ну там не получилось у всей команды? У всей, но все равно на вас смотрели, как на, просто на идолов, которые должны вытянуть всю команду. И казалось, что вам даже не надо объяснять, как друг с другом играть. Ну не пошло, значит. Ну просто не пошло. Ну бывает такое, что не пошло. Ну конечно. Ну просто не пошло. Просто русскому человеку, болельщику, трудно объяснить. Ну это невозможно. Ну слушай, ну вот если брать реальную ситуацию, то там, во-первых, было колоссальное давление, ну со всех сторон. А как ты это ощущал? Потому что мы вот слышим это давление, но вот... Ну ты играешь дома, ты приходишь на трибуну, ты понимаешь, что вот все трибуны, просто Россия, 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 и ты понимаешь, что ты играешь дома. А это давление или это кайф? Ну это же кайф, наверное. Это кайф, но ты представляешь, что у тебя давление. То есть если ты там ошибся, ты понимаешь, что так, хорошо. сейчас тебя ставят. Но, слушай, это определенно такой, это кайф, это, получается, знаешь, память на всю жизнь. К сожалению, мы не взяли никаких медалей, хотя я думаю то, что по составу и по всему мы должны были, ну, хотя бы быть в призерах тройки точно. Минимум, да. Вот, но, видишь, не получилось никак. А там именно личностная история, потому что, ну смотри, например, с Ванкувером понятно, что тренерская, если не работал. Нет, я не сказал то, что тренерская, просто сказала то, что вообще вся система не работала именно в Ванкувере, то есть вся российская система не работала, это все. Никто не понимал, что вообще делать. Мы выиграли, там, хорошо, мы выиграли чемпионат мира за счет в 2008 году за счет просто ребят, потому что в раздевалке реально была офигенная атмосфера, и у нас был коллектив, который так, вот так, все, мы никого не слушаем, давайте играть так и так и так. Все, переходим на три звена, подошли к Аркадьевичу, сказали, Вячеслав Аркадьевичу, мы играем в три звена. Вы сами решили, не тренеры? Да, ну вот подошли, сказали, там Федя, вот Денимак, вот и вот выиграли. Потом... Извини, а почему тогда нельзя было в Ванкувере так сделать? Ну после 4-0, после первого, или 4-1. Ну или там вратаря поменять сразу? Ну поменяли, 6-2 в конце. То есть там переходи хоть на одно звено, какая разница. Момент упустили. Да. Не, на кого-то сейчас сваливать вину это нет смысла, там система, там не система, все равно мы выходим играем, да, но как бы здесь тяжело, тяжело вспоминать. Слушай, а понятно, что это если бы, но вот ты можешь представить, что было бы с нашим хоккеем, если бы в Пхенчане, вот за последние там эти секунды не залетело бы от Гусева? Ну был бы трендец, в прямом и приносном смысле. Ну вот как бы, ну давай просто представим, что вот история переписана, да, тогда действительно рикошета нет, шайба не влетает и все, и немцы получают Олимпиаду. Ну это был бы позор, я думаю, позор просто хоккей нашим. И развития спорта не было бы или что? Нет, развитие было бы, но просто представь реально на тот момент по именам та команда, которая была на турнире, она была просто лучшая. Да. Не было никого из НХЛ, никого не было из там Европы, понимаешь, реально команда была самой лучшей. А там тоже вот как-то говорили, что ну вот, но не пошло. Вот что это было? Что это такое за финал? Ну это хоккей, ну блин, Денис Олегович, ты же видел. Ну я просто, ты знаешь, я просто смотрел хоккей, я не читал ни комментарии. А ты прямо, кстати, смотрел? Нет, я уже знал, как сыграть. Я не читал ни комментарии, я знака не слушал, то есть я после матча не смотрел, просто радовался за ребят и понимал то, что они тоже понимали то, что если они сейчас проиграют, но это будет вообще хана. Ну да, еще и удаление, еще ну да, застрелиться все было. Да, все. И на грани, на тонкой грани, зато насколько было ярко потом. Сами себя там завели. Как вы любите. А ты можешь сравнить жизнь в пузыре вот сейчас, которая была с жизнью в Олимпийской деревне? Это разные вещи. Да? Насколько? Ну, если ты находишься в пузыре и ты вышел за ворот, ты должен проходить карантин там четыре дня. В Олимпийской деревне ты можешь уйти куда хочешь, у тебя есть пропуск, ты можешь спокойно ходить, там пойти по городу, погулять там или еще что-то. Там реально, как ты находишься в тюрьме, слава богу, я никогда не был, да, но вот такое выражение. Ты находишься в тюрьме, шаг влево, шаг вправо, расстрел, это карантин, у тебя гостиница, тренировка, игра, гостиница, тренировка, игра. И так вот на протяжении там месяца, ты на третьей неделе уже просто. Как на сборах. Да? Ну на сборах ты можешь куда-то пойти, у тебя есть выходной там, а там даже если тебе дают выходной, ты куда-то пойдешь? На тренировку? На тренировочный каток погулять? Ну и что вы делали? Ничего. Там же можно скрыться так. Куда? Ну в смысле с ума сойти? Ну, как-то они сошли. Ну да, там поздался-то они еще и так долго. Нет, действительно, а какой быт там? Ну вот если нечего делать? Не в нарды поиграть? Или это всякие вещи? Нет, там есть настольные игры, там ты можешь пойти там поиграть в настольный теннис, там можешь пойти там приставки есть, но слушайте же, не можешь там два месяца сидеть, играть в настольный теннис и играть в приставки. Можно быть профи в этом? Поверь мне, я думаю, что даже это не поможет тебе. А сейчас ты слышал какие-то мини пузыри уже готовится? Что-то там? Да нет, это бред. Какой-то там совсем. Ты не видишь семью, ты не видишь вообще никого, ты приехал, опять же самое происходит. Дай бог, чтобы такого не было, потому что реально для болельщиков и для нас, для кистов, ну это вообще гневно такое. В тишине играть? Да. А когда ты на лёд выходишь, там реально, там ты слышишь только крики со скамейки, там кто... Какой-то хороший человек и знаешь, на фиг это надо. А ты в соперниках? Ну конечно, не от своих же. А может и свои бодрят? Ну конечно. Ты такой хороший человек, такой красивый. Мотивационный заряд дают со скамеечки. А опять же в сравнении, ты можешь вспомнить свои эмоции восьмого года и Кубка Стэнли? Кубок Стэнли я не помню, а восьмой год я помню. Очень хорошо даже. Ну слушай, во-первых, мне когда мы играли Кубок Стэнли, мне было там 20... ой, Кубок Стэнли, чемпионат мира, мне было 22 года. Да, там получается, да, 22. То есть я думал то, что я за до тридцатилетия точно у нас предберылась команда, которой мы выиграли. Кубок Стэнли, да, и каждый раз какие-то там неудачи, какие-то там с течением Сайдлист не позволяли это делать. Выиграли вообще не то, что случайно, да, на нас даже никто не устал, никто от нас не ожидал, мы даже сами от этого не ожидали. Но видишь, как команда сплотилась в нужный момент, мы проигрывали Коламбусу 0-2, думали, ну все, поедем домой уже, там чемпионат мира. Думал, как обычно, потом раз, забивается гол во втором овертайме, так 2-1, потом мы их разрываем, и все, и вот так вот по накатанной, по накатанной Питсбургу. Самый был интересный момент, это когда мы прошли Питсбург, потому что у нас три или два ведущих игрока получили травму, и дистрификацию получил Уилсен на две игры, и Бэкстром сломал палец, и он пропустил полностью серию с Питсбургом. Вот, и мы с нашим составом, который, в принципе, у нас получалось только там два звена, которые, в принципе, можно собрать, и остальные там чистые рабочие лошадки, которые там сделали как раз и результат, которые не играли всю игру, там все игры там вышли на несколько игр, но выиграли, и мы начали понимать, что хорошо, вот если мы этим составом прошли Питсбург, они два раза подряд в игре по боксу, то у нас есть шанс пройти дальше. Потом там, по-моему, 2-0 повели, потом начали. Думали, все, на том коньке. Ну, тебе вцепились тогда. Да. Ну, а Вегас там, когда мы сравняли счет, один на один, мы приехали, там у них шансов уже не было. Слушай, во всех таких драматичных фильмах о спорте всегда есть момент, когда лидер команды встает и дает какую-то такую мощную речь. Вот в этом походе за кубком у тебя была такая ситуация? Нет, никаких речей не было. Ты имеешь в виду, когда мы выиграли? Не-не, вы еще когда-то шли к ним, ну да, вот в этом пути. А, нет, мы, слушай, мы старались там не триндеть, а дела делать. Вот, поэтому так и получилось. Да, ну как не триндеть, просто взбодрить своих, ты как капитана. Ну, слушай, ну как ты взбодришь? Мы хорошо прыгаем 2-0, там и так настроение плохое, ты, ну что ты, скажешь, сказать? Это окей. Ну или, ребят, давайте какая-то чина там, да. Ну, не, ну, понятно дело, там что-то мы говорили, но я уже не помню, что там не было таких громких речей. Как перед серией пенальти с Испанией, знаете, вот с его на речью? Да, кстати, там же ты слышал, да, слова Дзюбы такие важные, которые, ну, сплотили команду, это было круто. Это было круто. Ты, когда взял кубок, я помню, ты бэкстриму говорил, я тебе передам кубок бэйби. Почему бэкстрим для себя бэйби? Ну, там все у нас бэйби, там не бэйби, а бэйб. Да, бэйб, нет-ка. Да, ну не знаю, так как у нас завелось еще с десятых, с десятого года там мы все называли бэйб, уца бэйб. Там, знаешь, ну, и то, что мы с ним прошли этот путь от начала до конца, знаешь, взлеты, падения, там, неудачи, там, разборки всякие. Понятное дело, то, что человек заслужил просто у меня кубок. Бэйб. 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 А ты прозвище даешь там ребятам? От тебя это все идет? Ну, у нас от Кузи больше идет прозвище, вот, но иногда там я тоже подключаюсь к этому. Ну, прилипает надолго, да? Ну, расскажи. Ну, допустим, у нас был Орпик в команде, ему сразу дали кличку Батя. Батя? Да. А он понимал, что это Батя? Да, мы ему объяснили. Ну, потому что он самый старший и самый опытный, он выиграл кубок Стэнли с Питцбургом. Вот, допустим, у нас есть помощник менеджера по форме, я ему дал кличку Пузо. Ну, Пузо, потому что у него Пузо большое. И вот там, я не знаю, к нам пришел врач, его зовут Сербс, я ему дал кличку Си, потому что когда-то там тебе нужно полотенце, там не Сербс, а Си. Ну, и все, он понимал то, что это все, его. То есть, ну, там многие там кликухи мы давали там по-русски, там, и ребята все нормально понимают. Ну, так еще от Кузнецова много идет, да? Ну, да, он такой более-менее остряк. Более-менее. Это как? Да, кстати, пригласи его. Ну, так мы уже договорились, только он не может никак приехать. Он приедет сейчас в Москву. Да? Угу. Там Стас когда снимал на карантине, мы с ним играли камень-ножницы-бумаги. Ирошина? Да. Кстати, кто вас выиграл? Ну, короче, я вел 2-0. И проиграл, да? Да, да. Ну, мы типа онлайн, там, туда-сюда. И он... Кстати, а как закончилась эта все эпопея с камень-ножницами-бумаги? Ну, прошел один круг, я прошел дальше, и все, закончилось. Ну, все, понял, что ты победил, и все. Нет, а что за бред-то? Ну, Иерушину надо позвонить, узнать у него. Ну, там просто плей-офф он хочет сделать. И собрать типа всех самых сильных. Ну, и пока все это... А ты был на свадьбе у Кузнецова? Да. Ему было там 19 лет еще, да? Слушай, Дима миллиард... Ну, собственно, он на чай подсел, как ты рассказал, на свадьбе Глушакова. Да. Вот как поменялась твоя судьба после свадьбы Кузнецова? Ну, как видишь, все нормально. Все как шло, так идет. Расскажи, что такое челябинская свадьба. Все было очень хорошо, очень прикольно. Все дружелюбное. Не было ни драк, ни каких-то потасов. А ты настроен был на это? Я не был настроен, но... Слушай, как ты сказал, что из-за этого... И Кузнецов тоже самое говорит. Особо так очень лучше не гулять. Поэтому, ну, слушай, все было нормально, все было культурно. Ну, а самая такая необычная свадьба, на которой ты был... Ну, или даже не необычная, а вот которую ты запомнил точно. По имени своей, разумеется. Слушай, ну не на многих свадьбах-то был. Так особо... Даже не могу вспомнить. А ты? Меня особо не приглашают. Я скучный человек. Да ну, брось. Поешь громко. Ну, слушай, поешь. А ты это делаешь? Для чего? А? Для чего это вот это делаешь? Ну, я завариваю. Ага. Ну, взбадриваю. Называется взбодрить. Взбодрить поверчик. Крышечка его. Так раз-раз снизу. Я понял. А тебе после этого за рулем повисли или нет? За рулем тройки. Ага. Тройки, в смысле? Ну, медицами? Ну, конечно. Конечно. Ну, сегодня до, я думаю, до часов трех спокойненько. Вот так вот. Да? Ну, конечно. И то есть я тоже наливаю спокойно, да, уверенно? Может, мне даже не расстраиваться. Ты читал рэп? Как-то. Так. Это... Что это такое было? Это просто... Друзья сказали, споешь? Я сказал, спою. Ага. Получилось прикольно. Но это твоя вообще культура или вообще... Ты имеешь в виду насчет... Ну да, ну что ты слушаешь, да, что у тебя в ушах. Я люблю рэп, да. Я люблю рэп, я люблю танцевальную музыку. Такие, знаешь, как бы я... То, что мне по вкусу, я и слушаю. То есть я не могу сказать, что я вот... Это я не люблю, это я люблю. Ну, как меломан. Да, как меломан. Угу. Ну кого-то можешь представить особенно? Эминем. Это я считаю вообще Эминем, Тупак. Вот это вот самое для меня. Ист Кост. Да. Ничего себе. А из наших? Из наших... Мне нравится Гуф. Кто еще нравится? Нравится Крафт. Тащусь от Бузовой. Да ладно. Смотри, это ее соперница же. Ты сейчас в огонь выливаешь. Слушай, ну так, слушай, из русской эстрады я как бы выделить там, ну понятно, на там Баста. Ну, Лещенко. Да. Ну что, Динамо ведь все, да. Лещенко, конечно. У вас была, опять же, в походе к Стэнли какая-то своя песня? Потому что обязательно песня. У нас там было все. Ну расскажи, какие, какая главная музыка была тогда? Прям вот основная. У нас не менялся плейлист с первого дня начала игры плей-офф. Кто его сделал? У нас сделал это Уилсон, вот, но иногда, когда там мы проигрывали, как бы я ставил свой плей-офф. Стрясывай. Да. Но потом мы сразу же меняли, мы выиграли, мы сразу ставили обратно на плей-офф. Уилсон. Вот. И вот так вот. У нас очень много там было суеверий, у нас очень много было там каких-то, ну, своих тем, которые там лучше сейчас об этом не говорить. Почему? Ну слушай, время уже прошло, все уже. Кубок ваш. Кубок наш. Допустим, мы должны были постоянно делать одно и то тоже перед выходным на лёд, не то что кричалку, а то, что мы делали, там, первую победу, когда мы овертаймер сделали, мы сразу начали вспоминать, так, я сделал это, ты сделал то. То есть у нас вот это, знаешь, как начали маразм на мозги себе капать. Угу. там, там, в автобус, там, у нас два автобуса ездят на игру. Один там в четыре часа, другой там в четыре, там, в тридцать или в четыре пятнадцать. Там, если выиграли, там, ты поехал на первом автобусе, обычно ты ездишь на вторую ночь, ты должен ехать на первом автобусе. То есть, ну, вот такие, знаешь, просто вещи непонятные были. А, типа, задом не сдавать, автобус должен ехать тоже хотел спросить. Да, да. Футбольная, по-моему, штука. Ну, хотя я и в хоккее слышал такое, что подъехал, нельзя задом сдавать. Все, капец. Нет, нет, такого нет. На это мы не обращали внимание. А ты что вспомнишь такого из прям хардкорного? Да то же самое, в принципе, все заходили в том порядке, в котором выиграли прошлые игры. То есть ничего такого? Да. Саш, дико модные стартапы везде сейчас, да, в Америке. Явно к тебе приходили люди, знаю, что ты можешь помочь стартовать с какой-то крутой идеей. Вот что самое любопытное ты можешь вспомнить? Я же тебе говорю, что я скучный человек, ко мне никто не обращается. Да ну не может быть. Я тебе серьезно говорю. Слушай, ну там у тебя силикон через дорогу. Я уже приходили, говорят, блин, ну все, вот сейчас овечка, тот человек, который в меня вложится, там тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Такого нет. Я сейчас говорю, сериальчики, тренировки. К вам зашел чайку, там глоточек сделал. Да и то глоточек, да. Да. И все, сейчас домой. Ну вот, слушай, хорошо, тогда давай скучный вопрос. Да. Панарин в гараже отрабатывает все броски, там все дела. В Коркино? А? И в Коркино в том числе, да. Как ты отрабатываешь свои броски? Я отрабатываю броски около гаража. Слушай, ну серьезно, вот кажется, что твой бросок с точки зрения такой детского воспитания, он не совсем правильный. Потому что там у тебя конек стоит на ворота, а он должен параллельно быть воротом. что-то какая-то такая вот... Я не знаю. Научная... Слушай, когда разбирает твою игру... Как правильно бить по мячу, скажи мне? Ну вот то же самое. Оттягиваешь носочек, ставишь параллельно с мячом. Ну, да. То же самое, как бы у меня какой есть, такой у меня есть бросок. Слава Богу, у тебя работает. А то бы сейчас молоча. Нет, у тебя вон-таймеры эти... Кстати, 700 шайб когда-то закинул. Это же суеверие целое было тоже. Что 700 забил, и потом что-то произойдет. Так же было постоянно. Я тут потом долго ждал следующего. Почему? Ну а сколько там? Индатная игра. Нет, подожди. Я 700 там не могу долго забить. А, да-да-да, 700. И потом был действительно... Слушай, там и 500, и 600, и то же самое. Ну, представляешь, это чисто психология. Ты уходишь на игру, думаешь так, не нужно один бросок, и все, и все уйдет. Ты вроде бросаешь штангу, или там он какой-то невероятный сейф сделал, и ты думаешь, так, ну ладно, хорошо, сейчас следующее. И вот так ты ждешь, 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 и там какой-то непонятный гол, ты забиваешь, и все, ты понимаешь, что вот все. Вот из-за этого надо было переживать. И нервничать. Груст ответственности просто. Ты начинаешь быть скованным, и все, ты ничего не можешь делать. Когда, опять же, есть много историй, что хоккеист не забивает, ставит клюшку в мусорную корзину, что-то там с ней раздаваривает. Нет, таких у меня в суеверии нет насчет клюшек. У меня клюшки, я могу там пять клюшек сделать на игру, и если мне понравилось, я возьму другую. У тебя пять клюшек на каждую игру? Ну, там три я делаю, иногда четыре. А скажи про принцип, это у тебя одна на большинство, другая? Нет, у меня, допустим, за период там три-четыре пары перчаток уходит. Мне не нравится, когда у меня мокрые перчатки. Мне нравится, когда сухие, потому что ты держишь клюшку крепче. За период? Ну да. То есть ты приехал, сменился, отдал перчик? Иногда бывает, допустим, в плей-офф я меняю каждые две смены перчатки, потому что ты просто потеешь, течешь, у тебя пристаешь все руки мокрые, у тебя все перчатки мокрые, как будто ты под душ встал, и у тебя все мокрое. Он говорит, будешь сейчас в следующий раз играть, ты пристань под душ и возьми клюшку. Такое твое ощущение, да, то, что происходит? Ни черта себе. А ты говоришь, футбол сложный? Ну, у нас нет столько перчаток, понимаешь? Да у вас вообще варежки сними и все. Мне интересно, я сейчас, кстати, про суеверие тоже вспомню. есть же традиция, да, не традиция, а когда мне рассказали, что Сергей Мазякин забивал, что он делал с клюшкой? Что? Что он делал? Нет, слышал? Нет. Пописывал на нее? Нет? Не знаю. Байка? Не знаю. Просто я когда так сделал, забил. Ты на мяч писал? Да какой мяч? На турнире, на любительском хоккейном. Не забивал, не забивал, а ты чего не забиваешь-то? Иди как Мазякин. И это прикол. Ты сказал, я не сделал? Да. Это я не слышал, надо спросить у меня. Ну а теперь Масушев писает на свою клюшку на любительском турнире. Не, ну это было странно, честно, но вообще сработало. Слушай, кстати, надо будет, когда 800 будет, рубеж надо будет, не будешь забивать? Так, ага, а Сыч мне сказал. Ну ладно, пойду сейчас. А ты на ленту или не на ленту? На крюк. А, на крюк. Ты смотал или нет? Не надо, без подробностей. А еще было белое. Белое или черное? Чего вы начинаете-то? Уже желтое попало. Все, пошло, все хватит. Результат был, был. Саша, последнее, скажи, мы увидим тебя как чиновника, уже после окончания карьеры, тренера. Я не знаю. Как, вот, что, что? Ну, явно уже в голове тебе что-то есть. Еще несколько лет у меня точно есть. Сто процентов. Да, и как только будет подходить мое завершение карьеры, я приму решение, которое, в принципе, будет самое главное, правильное для моей семьи. А потом будем уже двигаться дальше. Ну, если Россия – это «Динамо»? Да. Ну, а как еще? Меня просто, ну, не то, что не поймут там, меня родители не поймут «Динамо»-цы. Никак. Ну, все бывает. Может быть, вам складно. Тем более, какие там вещи происходят. Конечно. У нас новый конкурс. Саня, ты такой самый известный коллекционер клюшек. У тебя свой музей, и мы хотим придумать что? Давай, во-первых, поясним, да. Дарис Коспаратис недавно подарил клюшку, мы все это видели, и это действительно очень круто. Но сейчас такой год, что музей музеем, но посещать этот музей будет достаточно сложно. Поэтому проще сделать, наверное, виртуальный музей. И мы хотим наших подписчиков, наших тех ребят, которые смотрят нас, придумать такое небанальное название, хэштег для названия этого музея. Название музея. Как он может называться? Твой музей. Да. А потом мы тебя попросим выбрать самое такое оригинальное название. И победителю мы тогда вот вручим, а может быть вручим майку с твоим автобусом. Подожди, но если я выберу название, то он тогда будет называться? Нет, это вообще не обязательно. Это вообще не обязательно. А кто здесь? Нет, у нас никаких обязательств. Ты просто осчастливаешь человека этим Джарси. А музей назовешь, как хочешь. Конечно. Так, ну что, просто расписаться? Да. Во. Все, замечательно. Круто. И Денис Казанский